В минувший воскресный день церковь праздновала память святого апостола Андрея Первозванного, одного из ближайших учеников Спасителя, брата апостола Петра. В самые важные моменты новозаветной истории, которые нашли отражение в евангельских текстах, мы видим, что вместе со Спасителем Петр, его брат Андрей, а также Иаков и Иоанн. Эти четыре апостола как-то выделяются Евангелием из остальных двенадцати. Слово о первозванном ученике Христовом сказал за воскресной божественной литургией и святейший патриарх Кирилл. Предстоятель совершил богослужение в храме святого Александра Невского в одноименном скиту Блис Переделкино. По окончании литургии предстоятель Русской Православной Церкви произнес проповедь, фрагмент которой мы предлагаем вашему вниманию. Апостол Андрей, начиная с предания, которое нам передает Нестор Литописец, считался и считается покровителем Руси. И совершенно не случайно, потому что его апостольские стопы прикасались к нашей земле. Именно апостол Андрей Первозванный и заложил основу веры Христовой на нашей большой земле. Пусть Господь дает нам терпение и понимание того, что наши нынешние скорби – это капля в море по сравнению с теми скорбями, которые претерпевал наш народ на протяжении истории. И, конечно, это просто пылинка по отношению к тем скорбям, которые претерпевали святые мученики, исповедники, среди которых одним из первых был святой апостол Андрей, покровитель русской земли. Его молитвами «Дохранит Господь Русь святую!» Все те государства, которые образовались на просторах этой Руси, весь наш исторический русский народ, который, живя сегодня в разных государствах, по-разному себя именует, но это тот самый народ, который был просвещен светом Христовой истины, начиная с Андрея Первозванного и включая множество святых, исповедников, мучеников, святителей, проповедников, которые утвердили веру православную в жизни, в исторической памяти и в сегодняшнем дне бытия нашего народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова